Всем привет, с вами Priya. Shadowlands стартанет довольно-таки скоро. Через там полтора-два месяца будет припатч, но собственно через 2-3 месяца уже стартанет сам Shadowlands, где мы будем прокачиваться, далее пойдем в подземелье, далее пойдем осваивать рейдики. Само собой, пито-классы всегда показывают себя лучше касательно нанесения дэмэджа, какие-то чуть хуже, но они могут быть полезнее в рейдах, например с целью перекрытия Void Zone, ну или с целью какой-либо своей особой механики, например там у шаманов есть антифир-тотемы, ну и все такое прочее, это забавно довольно-таки. Сегодня, опираясь на сайт WoW Meta, опираясь на тот ДПС, который игроки давали в рейдах, который игроки давали в Mythic Plus подземельях, мы посмотрим абсолютно всю табличку, она уже перед вами, да, все эти полосочки с ДПСом различных классов. Немножко поговорим об этом и подумаем, что вообще в целом может поменяться. Начну, наверное, сразу с последнего, касательно всех этих изменений, ссылка на сайт WoW Meta, конкретно на эту статейку Shadowlands DPS Ranking будет в описании, то есть можете чекать сами, когда захотите. И в правом верхнем углу у нас тут написано Last Update, то есть Last Update был 17 августа. По-моему, с 17 августа не было никаких изменений касательно бета-клиента, то есть ничего нового там не было, никаких изменений там не было, никакие цифры там не исправлялись, поэтому цифры на текущий момент статичные. Что мы видим в самом топе? Варлок, Чернокнижник, ветки Разрушения, далее Арканмаг, маг ветки Тайная магия, далее опять же Варлок, Чернокнижник, ветки Колдовство, ну и далее у нас маг ветки Лед. По факту маг в огне даже не особо далеко ушел, но если рассматривать дальнейшие классы, окей, там посерединке, да, идут всякие ДХ-шечки, ретрики, баланс друида, ШП-шечки, что удивительно довольно-таки. Сурфхант, он вроде изначально позиционировал себя как ПВП-спек, поэтому да, он в самом конце Энг-шаман в самом конце, Демонолог, Варлок в самом конце, но это не страшно, потому что есть другие две специализации, в которых можно прекрасно себя показать и дать на хорошее количество ДПСа больше. Армсвар почти на нижних строчках, это печалит немножко. Брюк чуточку выше. Тут же на этом сайте нам написано о том, что все эти данные взяты с реальных логов, то есть логи это текстовый вариант боя, где можно смотреть ДПС и вообще все-все-все, что угодно. Все эти цифры взяты с реальных логов с последних недель бета-тестов на Shadowlands, то есть тестов конкретно Дворца Нефри, это рейд новый, Замок Нефри, как-то так он называется. Вот. Что еще можно сказать касательно этого всего? Не стоит расстраиваться, потому что все еще может поменяться, на текущий момент идет бета, то есть где-то какой-то процентик подправят, где-то кого-то чуть-чуть урежут, где-то чуть-чуть кого-то подрежут, где-то кому-то чуть-чуть циферки подкрутят, и в целом все будет хорошо. Хорошо. Далее. Даже, даже играя за шамана, можно делать довольно-таки интересную полезность. Об этом уже было сказано, да? Антифиртотем. То есть мы прекрасно понимаем, что у каждого класса есть какие-то свои утилиты, которые довольно-таки полезны для рейда. Например, у воина это Орлен Край, у воина это бонус на силу атаки. Это приятно, это классно, то есть без воина рейд не будет. Возьмут какого-нибудь Фурика или Армса, который хорошо себя покажет, да и все. Наверное. Хотя если весь рейд будет из кастеров, каких-нибудь из варлоков, неважно, да, разрушений или Аффликшн, то есть разница слишком маленькая, а ситуации могут быть различные, и в итоге Аффлик себя покажет чуточку лучше, то вары не нужен будет. Возьмут какого-нибудь ДХ-шечку. ДХ-шечка в таком грустном немножко месте. Но опять же, некоторым классам нужно чуточку больше стат, чтобы делать дэмэдж, некоторым классам можно и чуточку поменьше, и они уже будут делать дэмэдж. То есть, например, ДК, может быть там 2 или 3 дополнения даже, а то и больше, он, например, раскрывает себя в тот момент, когда идет уже конец дополнения. То есть именно в тот момент, когда набираются статы в таком хорошем большом количестве. Но есть у меня чуика то, что ДК будет, в принципе, себя хорошо показывать и в старте Shadowlands, например, Blood. Ну и DD-спеки, как мы видим, тоже неплохо будут себя чувствовать. В общем, я думаю, монолог можно заканчивать. Ссылочку, само собой, скину в описании. Можете сами все это смотреть в режиме, так сказать, реального времени. Возможно, скоро, да, циферки хотя бы обновятся. Видосик записан 23 августа. То есть на 23 августа идет все вот так. Также можно отлистать в самый низ. И тут у нас будет DPS Tier List. Tier As, Tier A, Tier B, Tier C, Tier D. Ну, D, то есть это самый худший, да, это Surf Hunter. Далее Tier C. C или As? C. Уже такие средненькие классы идут. Не то, что средненькие. Да, средненькие, да, все верно. Tier B, это выше среднего. Tier A, это выше, чем B, ниже, чем As. As это топ-тир. То есть самые лучшие дамагеры. Два варлока, два мага. Ну, круто, че. То есть маги, как всегда, опять будут веселить нас абсолютно везде, где только возможно. Окей, окей. Как говорится, посмотрим, что в итоге дойдет до лайва. Всех вам благ, чести, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого. Продолжение следует...